С Рудольфом Нуреевым, великим мастером балета и великим артистом. Мы сегодня не вспоминаем о его национальности, потому что его настоящим домом была сцена. Перед смертью Нуреев сказал, что он ни о чем не жалеет. Париж прощался сегодня с Рудольфом Нуреевым. Известные деятели культуры и искусства, артисты театра, родные Нуреева, пришли в Парижскую оперу, чтобы поклониться тому, чье имя долгие годы олицетворяло совершенство в балетном искусстве конца 20 века, проводить в последний путь выдающегося танцора. В Парижской опере, на сцене которой он однократно выступал, где почти 7 лет руководил балетной труппой театра, и где 3 месяца назад поставил свой последний балет, состоялась гражданская панихида. Под сводами театра звучала музыка Баха и Чайковского, были исполнены отрывки из поэм Пушкина Байрона Гёте Рэмбо. Министр культуры Франции Жак Ланг, хорошо знавший артиста, совсем недавно еще вручивший ему здесь, на сцене, под долго не смолкавший аплодисменты публики Орден Коммодора Литературы и Искусства, с глубоким проникновением и искренностью выразил чувства собравшихся, миллионов людей во многих странах, преисполненных высокой признательностью гениальному танцору, с уходом которого мировое балетное искусство понесло невосполнимую утрату. Поистине он принадлежал всему миру, и весь мир оплакивал своего кумира, восхищаться которым готов был бесконечно. Свой вечный покой душа артиста обрела в тиши знаменитого русского кладбища Сен-Дженевьев-де-Буа под Парижем. Такова была последняя воля Рудольфа Нуриева, остаться на французской земле, где он обрел вторую родину, рядом со своими в разные годы ушедшими здесь в мир иной соотечественниками. Жаль, что путь великого танцора еще раз подтвердил печальную истину о том, что нет пророка в своем Отечестве. Продолжение следует...